Дети очень часто болеют, особенно пока ходят в детский сад. Именно в этот период малыши сталкиваются с большим количеством вирусов и бактерий. Но им это нужно. Так формируется их иммунная система. Одним из самых распространенных заболеваний, которые встречаются у детей именно в этом возрасте, является аденоидит – воспаление носоглазочных миндалин. Миндалины выполняют защитную и кровотворную функции, участвуют в формировании иммунитета. К росту аденоидов приводит повышенная активность иммунной системы в детском возрасте. О том, что такое аденоиды, сегодня мы поговорим с врачом-отериноларингологом Медицинского центра Тропикана Ксенией Волковой. Ксения Юрьевна, здравствуйте! Расскажите, что это такое и у кого появляются аденоиды? Здравствуйте! Гипертрофия аденоидов или аденоиды – это увеличение носоглазочной миндалины, которое формируется обычно у детей в возрасте 3-4 лет и проявляется, как правило, симптомами по типу храпа, затруднения носового дыхания. Почему аденоиды возникают только у детей, а у взрослых нет такого? Первое, с чего надо начать, надо понимать, что абсолютно все дети рождаются с аденоидами. Это нормальный орган иммунной защиты. Но у детей в возрасте 3-4 лет, когда они начинают посещать детские организованные коллективы, детские сады, какие-то развивашки, кружки, они сталкиваются с большим количеством вирусов и бактерий, с которыми ранее они не сталкивались. И аденоид, выполняя свою нормальную иммунную функцию, начинает увеличиваться. В норме аденоид должен уменьшиться после контакта с вирусным агентом. То есть ребенок заболел, аденоид увеличился, появились симптомы, и через 2-3 недели симптомы должны пройти. Но у некоторых детей это увеличение остается стойким. Тогда мы говорим про аденоиды уже как про диагноз, который сопровождается определенным количеством симптомов. Вот если родители заметили у своего ребенка такие симптомы, что они должны сделать? Какое-то домашнее лечение, подождать время или сразу отправляться к врачу? Большинство родителей детей, которые страдают гипертрофией аденоидов, уже знают о своем диагнозе и знают первые способы помощи своему ребенку. Первое, конечно, это изоляция ребенка от детского коллектива. В дальнейшем пациенты обращаются к врачу от иреноларинголога для подбора лечения. Могут ли появиться какие-то другие лорзаболевания из-за того, что воспалились аденоиды? Увеличение аденоидов – это проблема не только лишь носового дыхания. Первое, что страдает, это уши. Дети часто обращаются с развитием так называемых двухсторонних или односторонних экосудативных отитов. Это такое заболевание, при котором у детей снижается слух. И первое, на что обращают родители внимание, это как будто бы ребенок становится более невнимательным. Он не откликается на свое имя или часто переспрашивает. Также часто страдает трикус детей. Очень часто из-за того, что у ребенка затруднено носовое дыхание, ребенок начинает дышать ртом и формируется так называемый аденоидный тип лица. То есть это вот уже все фиксируется и исправить уже невозможно? Да, совершенно верно. В дальнейшем это лечится только хирургическая операция и в дальнейшем ортодонтическое лечение с доктором ортодонтом уже. По поводу лечения аденоидов. Что лучше, консервативное лечение или оперативное вмешательство? Это самый частый вопрос, к которому приходят родители на прием. Нужно ли нашему ребенку оперировать? У всех родителей всегда паника. Нам поставили аденоиды, значит срочно нужна операция. На самом деле это не так. В действительности в советское время была четырехступенчатая система классификации аденоидов. И считалось, что есть четыре степени увеличения аденоидов. При третьей и четвертой степени рекомендовали оперативное лечение. В настоящий момент мы не ориентируемся на эти степени, мы ориентируемся на проявления. Если у ребенка есть какие-то грубые нарушения, например, постоянные гнойные атиты, постоянные эксцедативные атиты, апноэ – это остановки дыхания во сне, или, как я уже ранее говорила, изменение формы прикуса, тогда мы действительно рекомендуем хирургическое лечение. Если же ребенку просто беспокоит ротовое дыхание, периодический храп или частые ОРВИ, то мы лечим ребенка консервативно. Когда к вам приходят пациенты, родители с маленькими пациентами, как проводится осмотр, как лечение назначается? В первую очередь, естественно, мы собираем анамнез, мы подробно опрашиваем родителей пациентов, чем они лечились, когда они ранее обращались, какие у них были жалобы. Золотой стандарт диагностики в современном мире – эндоскопическое исследование носоглотки. Это когда мы видеооптикой входим в полость носа ребенка. Процедура эта безболезненная, она проводится без анамизации, то есть без анестезии. И мы визуально на монитор можем вывести изображение носоглотки ребенка, где мы будем видеть не только степень увеличения аденоидов, но и, например, отношение аденоидов к усим-слуховым в труб. Можем посмотреть, воспалены они или не воспалены. Но эта процедура достаточно неприятная. Пусть она и безболезненная, но, естественно, она не приносит какого-то комфорта детям. Поэтому, если есть вариант обойтись без этой процедуры и провести просто визуальный осмотр, мы стараемся просто посмотреть ребенка. Но маленькие дети, они не высидят, да? Маленькие дети, они не высидят, но здесь есть другой момент. У детей до года у них может быть спазматическая остановка дыхания. Поэтому до года детям делают эндоскопию носоглотки только в условиях стационара, где есть врач-анестезиолог-реаниматолог. С возраста двух-трех лет мы уже проводим непосредственно в кабинете эндоскопии. До трех лет обязательно родители фиксируют крепко ребенка. С возраста трех лет дети, как правило, сидят самостоятельно. А в каком возрасте лучше делать операцию, если это уже все безвыходная ситуация? На самом деле оперативное лечение не зависит от возраста ребенка. Мы, опять-таки, ориентируемся на показания. Если у ребенка есть показания к оперативному лечению, операцию можно выполнить и в 10 месяцев, и в 12. Если же у ребенка нет этих показаний, мы не будем оперировать ни в каком возрасте ребенка. Но всегда надо понимать, что аденоид, достигая своего максимального развития в 3-4 года, а потом в 5-7 лет, затем подлежит обратному развитию, то есть инволюции. Ребенок рождается с аденоидом, потом он у него увеличивается, а затем постепенно он у него уменьшается. И, как правило, у детей в 9-10 лет мы уже не встречаем аденоидов. А вообще повторно могут возникнуть аденоиды после того, как их консервативным лечением вылечены? После консервативного лечения, естественно, может быть рецидив аденоидов, потому что после лечения ребенок опять возвращается в объединенный детский коллектив, либо он сталкивается со своим аллергеном, который тоже может провоцировать увеличение аденоидов, и тогда жалобы будут возвращаться вновь. Те дети, кто были прооперированы, в современном мире очень редко возвращаются к данным жалобам, которые были ранее. Почему? Потому что сейчас используются совершенно другие методы хирургического лечения. Если раньше врачи делали, грубо говоря, операции вслепую, сейчас все операции делаются под контролем видеооптики, и аденоид удаляется полностью, поэтому рецидивы встречаются крайне редко. Очень часто на прием обращаются родители детей, которые ходят по городу, ходят по неврологу, к логопедам с жалобой на то, что у ребенка задержка развития речи. По факту очень часто оказывается, что у ребенка есть снижение слуха на фоне гипертрофии на соглоточной миндальной. Поэтому если вы знаете, что у вашего ребенка есть задержка речевого развития, одно из первых исследований, которое вы должны сделать, это сделать эндоскопию на соглотке своему ребенку и провести исследование слуха по типу тимпанометрии. А вообще вот увеличение аденоидов – это страшная болезнь? Это страшно для родителей, потому что это окутано большим количеством мифов. Никто из родителей толком не знает, что такое аденоиды. Все их лечат, но слышат о том, что их надо оперировать где-то на площадке у мамочки. На самом деле не так страшный черт, как его молюют. Надо просто прийти вовремя к отариноларингологу, провести хорошее, качественно-консервативное лечение без залечивания ребенка. И я думаю, что мы сможем вылечить ребенка обязательно в такой ситуации. Обычно после 8-9 лет аденоиды начинают уменьшаться. Их к 12-16 годам полностью исчезают. К 17 годам нередко остаются только фрагменты ткани. У взрослых людей аденоиды выявляются в редких случаях. У полностью здоровых женщин и мужчин аденоидная ткань отсутствует. Те, кто относятся к насморку ребенка, как к обычным соплям, которые сами пройдут, обычно сталкиваются с целой кипой осложнений. Поэтому чем раньше вы обратитесь к лор-врачу, тем выше вероятность, что проблема аденоидов обойдет вас стороной. В медицинском центре Тропикана работают высококвалифицированные специалисты. Обращайтесь. Не игнорируйте знаки, которые подает организм. Редактор субтитров А.Семкин